Глава 11. Саргасово море. Все знают о существовании большого тёплого течения Гальфстрим. От берегов Флориды оно направляется к Шпицбергену и Новой Земле. Но прежде чем войти в Мексиканский залив, примерно на 44 градусах северной широты, течение разделяется на два рукава. Один, главный, рукав идёт к берегам Ирландии и Норвегии, а другой на юг, к Азорским островам. Потом касается африканских берегов, описывает удлинённую дугу и возвращается к Антильским островам. Этот второй рукав скорее похож на кольцо, чем на руках, и окружает своими тёплыми водами ту холодную, спокойную и неподвижную часть Атлантического океана, которую называют Саргасовым морем. Это поистине озеро посреди Атлантического океана. Воды Гальфстрима обходят его окружность только за три года. Саргасово море, собственно говоря, покрывает всю потопленную Атлантиду. Некоторые учёные даже считают, что многочисленные плавающие острова водорослей, которыми усеяно это море, раньше были прибрежными зарослями этого древнего материка. Но, вероятнее всего, эти водоросли приносятся в Саргасово море с берегов Европы и Америки течением Гальфстрим. Вид плавучей земли заставил Колумба подозревать о существовании нового света. Когда суда смелого мореплавателя вошли в Саргасово море, то с большим трудом смогли пробраться среди множества водорослей. К великому ужасу экипажа они боролись с ними три недели, пока выплыли. Таково было море, где теперь находился Наутилус. Настоящий луг, покрытый водорослями, так густо и так плотно, что форштемень судна с трудом прорезывал их. Капитан Немо, опасаясь за целостность винта, держался на глубине нескольких метров. Название это море получило от испанского слова «саргаза», что значит «водоросль». Плавучие водоросли образуют громадные растительные рифы. И вот почему, по замечанию Маури, автора физической географии земного шара, они соединяются в тихом бассейне Атлантического океана. Если поместить в сосуде с водой соломинки или какое-нибудь плавающее тело и воде в сосуде сообщить круговое движение, то увидим, что разрозненные соломинки соединятся группой в центре сосуда, то есть в пункте меньшего колебания. Вообразите, что сосуд – Атлантический океан, круговое течение – Гольфстрим, а центр, где собираются плавающие тела – Саргасово море. Я разделяю мнение Маури и мог изучить этот феномен в условиях среды, обычно редко посещаемой судами. Над нами плавали собранные в груду среди бурых водорослей стволы деревьев, поваленные в буревандах или в скалистых горах и проплывавшие по течению Амазонки или Миссисипи. Многочисленные обломки кораблекрушений, остатки килей, части оснастки, вырванные обшивные доски, до того отягощенные раковинами, что не могли уже подняться на поверхность океана. Время оправдывает, возможно, и другое мнение Маури, что эти предметы, скапливающиеся таким образом в продолжении веков, превратятся в руду от действия морской воды и образуют тогда неистащимые залежи каменного угля. Драгоценный запас, который предусмотрительная природа приготовит к тому времени, когда люди исчерпают копию материков. Среди непроходимой путаницы водорослей виднелись прелестные альцианарии розового цвета, актинии с длинными щупальцами, красные, голубые, зеленые медузы и между ними корнирот и кювье, синеватый диск которых окаемлен фиолетовыми зубчиками. Весь день, 22 февраля, мы провели в Саргасовом море, где рыбы, большие охотницы даракообразных и морских растений, находят себе обильную пищу. На другой день океан принял свой обычный вид. С этой минуты, то есть с 23 февраля по 12 марта, в течение 19 дней, Наутилус, держась середина Атлантического океана, нес нас с равномерной скоростью, доходившей до сталье в сутки. Очевидно, капитан Немо задался целью в точности исполнить предначертанную программу. Я был убежден, что он намерен, обогнув мыс Горн, вернуться в южные воды Тихого океана. Опасения Недолэнда были обоснованы. Здесь, в открытом океане, совершенно лишенным островов, нечего было и думать о бегстве. Осталось лишь покориться своей участи. Однако у меня была слабая надежда подействовать силой убеждения там, где хитрость и сопротивление ни к чему не вели. Не согласится ли капитан Немо по окончании путешествия освободить нас, взяв клятву никому не говорить о его существовании? Приступить к этому нужно было очень осторожно. Надо было искусно воспользоваться благоприятной минутой, так как капитан в самом начале решительно объявил, что его тайна требует нашего вечного заточения на Наутилусе. Теперь, вероятно, он был уверен, что мое четырехмесячное молчание было следствием того, что я совершенно покорился своей участи. Поднять этот вопрос теперь значило бы возбудить его опасения, а это могло только навредить осуществлению нашего замысла. Все это я взвесил и обдумал, а потом поделился своими соображениями с конселем, который был встревожен не менее меня. В конце концов, мы уже теряли всякую надежду когда-либо увидеть в себе подобных людей, и эта мысль, несмотря на то, что я не склонен поддаваться унынию, приводила меня в содрогание. Особенно теперь, когда капитан Немо на всех парах летел к южной части Атлантического океана. В течение девятнадцатидневного путешествия с нами не случилось ничего примечательного. Капитан редко показывался, он, по-видимому, занимался в библиотеке. Мне попадались на глаза раскрытые книги, преимущественно по естественной истории. Моя книга «Тайны морских глубин» была испещрена заметками, написанными на полях его рукой. Иногда эти заметки противоречили моей теории и моей системе. Капитан очень редко входил со мной в премии по этому предмету и довольствовался беглой критикой. По временам раздавался звук его органа, на котором он играл с большим чувством. Но это происходило большей частью по ночам среди таинственного мрака, когда Наутилус успокаивался в пустынном океане. Большую часть этого путешествия мы совершали по поверхности. Лишь изредка виднелись парусные корабли, направлявшиеся к мысу Доброй Надежды. Однажды нас преследовало китоловное судно, вероятно, принявшее Наутилус за громадного кита. Капитан для того, чтобы охотники не теряли даром времени и не тешили себя пустой надеждой, резко прекратил эту охоту, мгновенно уйдя вглубь. В этот случай сильно заинтересовал Неда Лэнда. Он, наверное, сожалел, что китоловы не разбили своими гарпунами в дребезги на железный китообразный корабль. Рыбы, которых я и канцель здесь видели, мало отличались от встреченных нами в других широтах. Самые замечательные образцы из страшного отряда хрящевых рыб-акул, подразделяющихся на три подотряда и заключающих в себя не менее 32 семейств, это полосатая акула длиной 5 метров с округленным брюшным плавником. На спине у нее 6 длинных черных параллельно расположенных продольных полос. А также же жемчужная акула пепельно-серого цвета с семью жаберными щелями, одним спинным плавником почти на самой середине туловища. Попадались также так называемые морские собаки, самые прожорливые из всех акул. Нельзя, конечно, вполне доверять рыболовам, однако они рассказывают, будто в брюхе одной такой акулы нашли однажды голову буйвола и целого теленка, в другой матроса в форме, в третьей вооруженного солдата, в четвертой, наконец, всадника с лошадью. Я не мог проверить степень их прожорливости, так как ни одной акулы не попалась в сети наутилуса. Нас неотступно сопровождали целые стаи дельфинов, всегда по 5-6 особей. Они в прожорливости не уступают акулам, особенно если верить копенгагенскому профессору, который будто бы нашел в желудке дельфина 13 морских свиней и 15 тюленей. Правда, ему попалась косатка, длина которой доходит до 24 футов. Встреченные нами здесь дельфины отличались необыкновенно длинным и узким рылом, примерно в 4 раза длиннее головы. Тело у них длиной 3 метра, спина черная, а брюхо розовато-белое, изредка испещренное маленькими пятнышками. Упомяну еще о виденных мной замечательных умбрицах, рыбах из отряда колючепиорах, принадлежащих к семейству горбылей. Некоторые писатели, скорее поэты, чем натуралисты, утверждают, что эти рыбы обладают мелодичным голосом и задают концерты не в пример лучших людских. Не смею отрицать это, скажу только, что нам не соблаговолели спеть серенады. Кроме того, канцель распределил по разрядам всех летучих рыб, которые нам встретились. Очень любопытно было наблюдать, с какой ловкостью дельфины за ними охотились. Как бы высоко не взлетала несчастная рыбка, какие бы зигзаги она не выделывала в воздухе, всюду ее ожидала открытая пасть дельфина. Когда эти летучки со светящимися ртами ночью поднимаются в воздух и, сверкнув, снова погружаются в воду, они напоминают падающие звезды. Наше путешествие продолжалось до 13 марта без особенных приключений. Весь день 13 марта был замет промерами глубины, что живо меня заинтересовало. Мы прошли около 13 тысяч лье с момента нашего выхода в Тихий океан. Мы находились на 46 градусе 37 минутами южной широты и 37 градусами 53 минутами западной долготы. В этих местах капитан Геральда Денхэм опускал зонт на 14 тысяч метров и все-таки не достиг дна. А лейтенант Паркер с американского фрегата «Конгресс» также безуспешно погрузил зонт на 15 тысяч 140 метров. Капитан Немо решил опуститься ко дну с целью установить точную глубину этой части Атлантического океана. Я приготовился записывать результаты этого опыта. И вот Наутилус начал производить маневры, за ходом которых я следил с величайшим любопытством. Мы с капитаном стояли в салоне и наблюдали за быстрым движением стрелки манометра. Вскоре мы оставили над собой слои воды, в которых живут почти все рыбы. Большинство рыб может жить только у поверхности морей и рек, но другие, не столь многочисленные, живут на довольно значительной глубине. Среди последних я увидел одну акулу с семью жаберными щелями, рыб-телескопов с огромными глазами, кузовков с сероватым панцирем и, наконец, долгохвостов, выдерживающих давление 120 атмосфер на глубине 1200 метров. Я спросил капитана, видел ли он рыб на большей глубине. Редко, ответил он. Ну что говорит об этом современная наука? А вот что. Нам известно, что в глубинах моря растительная жизнь прекращается быстрее жизни животной. Там, где отмирают последние растения, животные еще существуют. Устрицы, например, живут на глубине 2000 метров. И маг Клинок, герой северных морей, вытащил живую морскую звезду с глубины 2500 метров. Экипаж английского фрегата «Бульдог» поймал звезду на глубине более одного льи. Но вы, капитан, пожалуй, все-таки станете утверждать, что мы еще ничего не знаем. О, нет, профессор, ответил капитан. Я ведь не такой невежа, как вы полагаете. Но позвольте спросить, как вы объясните, что животные могут существовать на такой глубине? Я объясню это, ответил я. Во-первых, тем, что вертикальные горизонтальные течения, обусловливая перемещение масс воды с различной насыщенностью и плотностью, способствуют распространению организмов. Например, поддерживают малосложную жизнь морских звезд и морских лилий. Это так, заметил капитан. Во-вторых, тем, что кислород есть основа всей жизни, а известно, что чем глубже, тем больше в морской воде кислорода, который сжимается под давлением глубинных слоев воды. — А-а-а, и это известно, — сказал капитан Немо с некоторым удивлением. — Позвольте вам сообщить, профессор, что так оно и есть на самом деле. Я добавлю, что в плавательном пузыре рыб, выловленных на поверхности воды, содержится больше азота, чем кислорода, а у тех, которые водятся на большой глубине, напротив, больше кислорода, чем азота. Это подтверждает вашу систему. Однако обратимся к нашим наблюдениям. Я посмотрел на манометр, он показывал глубину 6000 метров. Мы погружались уже целый час. Опустевшие воды были удивительно прозрачны. Еще через час мы были уже на глубине 13000 метров. Трилье с четвертью. А близость морского дна ничем не давала о себе знать. На отметке 14000 метров я заметил темные силуэты горных вершин в прозрачной воде. Это могли быть горы повыше Гималаев или Монблана, потому что глубина пропасти оставалась неизмеримой. Несмотря на огромное давление, Наутилус спускался все ниже. Корпус судна дрожал и скрипел. Казалось, что иллюминаторы прогибаются под давлением воды. Капитан был прав, говоря, что его корабль вынослив, как скала. В то время, когда Наутилус скользил, опускаясь между склонами гор, затерянных в бесконечных глубинах океана, я замечал там кое-где некоторые раковины в нескольких иглокожих и морских звезд. Ну и эти последние представители морской фауны исчезли, и мы очутились за пределами подводной жизни. Мы дошли до глубины 16000 метров, и Наутилус подвергался давлению воды 1600 атмосфер, то есть 1600 килограммов на каждый квадратный сантиметр своей поверхности. — Каково? — вскрикнул я. — Мы находимся в местах, где никогда не бывал ни один человек. Посмотрите, капитан, на эти величественные скалы, на эти необитаемые пещеры, где жизнь уже невозможна. Как жаль, что от всех этих неизведанных мест у нас останутся одни воспоминания. Вы бы хотели, чтобы у вас осталось что-нибудь еще, кроме воспоминаний? — Что вы хотите этим сказать, капитан? Я хочу сказать, что нет ничего легче, как сфотографировать этот подводный пейзаж. Не успел я выразить свое удивление, как капитан уже распорядился, и нам принесли фотографический аппарат. Прозрачная водная среда, освещенная прожектором Наутилуса, была хорошо видна в иллюминаторе и представляла собой прекрасный объект для съемки. Ни малейшей тени не отбрасывалось искусственным светом. Само солнце не могло лучше служить нашим целям. Наутилус остановился. Мы с капитаном навели объектив на облюбованный нами вид океанского дна и через несколько секунд получили великолепный негатив. Я сохранил этот снимок. С какой ясностью видны на нем огромные скалы, никогда не видевшие солнечного света. Эти гранитные устои, на которых зиждется земной шар. А далее, как хорошо вышел этот гористый горизонт, волнообразная линия которого составляет фон пейзажа. Невозможно описать эти гладкие, черные, отполированные скалы. Голые, без единого пятнышка, даже без мха. А у их подножия песок расстилался ковром и блестел под лучами электрического света. Сделав снимок, капитан сказал, «Пора подниматься, профессор. Нужно удовольствоваться этим и не подвергать наутилус слишком долго этому страшному давлению». «Хорошо, капитан», — ответил я. «Держитесь крепче». Не успел я понять смысл предостережения капитана, как меня уже свалило с ног. По приказу капитана наутилус поднимался вверх с быстротой молнии. За четыре минуты он прошел все четыре лье, отделявшие нас от поверхности океана. И, вынырнув из воды подобной летучей рыбе, упал на воду, образовав огромный фонтан. Брызг.